Братья и сестры, за этот прекрасный день, который сотворил для нас Господь, и глядя на эти плоды, которые Господь в обильной мере создал на этой земле, и все создано для человека, давайте скажем, слава Господу, слава Богу. Вы знаете, сколько лет живя в Америке, и другой раз проходя в магазинах, и вижу плоды. Знаете, некоторые плоды до сих пор еще не пробовал. Вот как-то, не знаю, вот они принадлежат каким-то южным народностям, они завезены, люди их покупают. Смотрю, покупают мексиканцы, покупают вьетнамцы, думаю, ну, кто его знает, такое лежит что-то. И не пробовал. Многие тут только в Америке попробовали впервые. Вот так чудесно Господь все создал. И знаете, все это создано для человека. Все это создано для тебя и для меня, дорогие друзья. И в этом великая премудрость Божья, великое благословение Господня. И этим он показывает, насколько Бог любит человека, любит живущих на земле. И так все премудро создал. На севере, там есть в Сибири, одни овощи, фрукты есть такие, разные, вот ягоды растут. На югах цитрусовые больше, там в Африке еще другие какие-то. И вот их можно увидеть только или на юге, или на севере. И знаете, так все Господь создал для разного климата. Есть свои и овощи, и фрукты, где что растет, и что выращивается. И все это говорит о величайшей премудрости Божьей. О величайшем, ну, непостижимом разуме Господнем. Потому что даже сегодня исследуют люди землю, исследуют глубины вод. И говорят, что еще не все можно исследовать, и не все еще понятно, что есть. И еще до сих пор люди не открыли. А во Вселенную заглянуть, то там, как темный лес. Еще люди только чуть-чуть что-то увидели. Какие-то телескопы создали, далеко заглянули, и все равно еще не видят. И говорят, конца и края этому нет. Потому что разум Божий, он неисследим. Он велик в своем величии, в своей мудрости. Разум его непостижим. И вы знаете, все, что на земле создано, как я уже сказал, это создано для человека. И поэтому сердца наши должны быть благодарны Богу. И сегодня, смотрите, и даже не только сегодня, наверное, на каждом празднике жатвы мы видим, как бы проходят две темы. Одна, которая благодарим, мы должны благодарить. Благодарим Господа. Вот проповеди, псалмы, стихотворения о благодарности. А с другой стороны, есть еще одна такая мысль, которая и сегодня слышится, и в пениях, и в пении хора, и в участии в служении. Вот мысль прослеживается, а какой же мой плод? Как же я благодарю? И тема проповеди, на которую я хотел бы сегодня с нами поделиться, это я назвал, что ожидает Бог. И два текста Писания, я прочитаю это из послания евреям, будет одно текст Писания, один из книги пророка Исаии. Шестая глава, послание евреям, седьмой и восьмой стих. «Земля, пившая многократно, сходящий на нее дождь, и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А и производящая тернии волцы, негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения». Благословение, немножко прокомментирую, произращающая злак, это зерновые культуры, это пшеница, ячмень, рожь, то есть земля, которая многократно пьет дождь, то есть проливается дождь на землю и произращает, она получает благословение от Бога. А которая произращает терния и волцы, то есть это всякий сорняк, который не пригоден ни к чему, это близка к проклятию, у которого конец сожжения. И второй текст Писания, это песня, которая записана в пророка Исаии. Господь задается вопросом, но прежде высказывает такую песню, записанная пятая глава пророка Исаии. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. «И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?» Вот такую песнь записал Господь через пророка Исаии, и вот он говорит об Израиле, и он там ниже поясняет то, что это говорилось об Израиле. «Все, что я сделал, я вот так вот оградил его». И действительно, кто читает Библию, то увидим, что насколько Бог благословлял Израиля, и чудесным образом вывел его из Египта. Многими чудесами и знамениями привел его в такую страну, где течет молоко и мед. И действительно, земля израильская, она была настолько плодоносная в те времена, настолько там было обилие всего, что, говорит, я их привел. И подобно как виноградник, который он оградил, который он оберегал, говорит, и вот я ожидал, были Божьи ожидания. Бог ожидал, говорит, что он принесет добрый плод, а вот он принес дикие ягоды. И говорит, почему, говорит, что еще бы надлежало мне сделать для него, чего я не сделал ему. Братья и сестры, ну я сегодня хотел бы провести параллель с нашим временем и с сегодняшними днями, в которые мы живем. Я не знаю, что еще Господь своей благословением не сделал для нас. Вы знаете, мы живем, наверное, в самой богатой стране мира. И в таком изобилии тех продуктов, которые сегодня мы имеем, и то, что сегодня, до сегодняшнего дня, вот уже эмиграции, вот этой волны прошло уже порядка 30 лет. И по сегодняшний день никто не скажет, что у меня не было что кушать, что у меня не было пищи на столе. Все было в таком изобилии. Это Божьим благословением даровано для нас. Сегодня могут только дети слышать, как им дедушки рассказывают о тех гонениях или скорбях, которые они пережили. И сегодня, имея в обилии собрания, благословенные молитвенные дома, и не только здесь у нас на Конкорде, во многих церквях в Портленде и в округе. Вы знаете, сколько мы получаем благословения. И я не знаю, за эти годы, живя здесь уже, я уже прожил больше 20 лет в Америке, и находясь в этой церкви, как-то так задумался, думаю, Господи, сколько Ты излил уже Твоих благословений. Как мы, как земля, которая многократно пьет эту воду, воду благодати Божией, воду благословений Господних. Как много раз Господь нас здесь благословлял. Сколько раз мы молились об исцелениях, и Господь даровал людям исцеление. Сколько раз сегодня мы взывали к Богу о помощи здесь, и приходило Божье благословение. Очень много раз Господь нам изливал Своё Слово, которое учило нас, наставляло, и благословлял нас Господь. И это Божьи благословения изливались в обильном мере дождём для нас. Изливаются и по сегодняшний день, изливаются и сегодня. Господь благословляет. И нам вряд ли кто скажет, что сегодня нет, чего-то не было для меня, или что-то Господь не сделал. Он сделал многое для нас. В обильном мере дал своего Слова, которое можем читать в домах своих, в семьях. И только-только слышим, что когда-то это нельзя было. Когда-то это было трудно там Библию достать. Вы знаете, это благословение Господне. Как было оно подобно для Израиля, которым Бог благословил израильтян. Даже враги вокруг их боялись, разбегались. Они побеждали. Они были насажены, как эта благородная лоза. Я, говорит, насадил отборные лозы. И дальше он говорит, что Иуда, это любимое насаждение его было. Вот так Господь благословлял Израиля. Говорит, и я ждал. И Господь ждал. И сегодня я хотел бы сказать для всех нас, братья и сестры, и Господь от нас чего-то ждет. Он ждал. Он ждал от Израиля. Вы знаете, ответы лежат ниже. Что он ждал и что он не получил. Я прочитаю выборочно, может, здесь читаю из этой пятой главы выборочные стихи. И написано так. Он ждал правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды. И вот вопль. Горе вам, прибавляющее дом к дому, присоединяющее поле к полю, так, что другим не остается места, как будто вы одни посажены на земле. Горе тем, которые с раннего утра ищут секиры и до позднего вечера разгорячают себя вином. Ну, для пояснения, секира – это крепкие напитки, как если сегодня сказать, может, там, коньяк, там, виски или еще какие-то там, водка, может быть. Цитра и гусли, тимпан и свирель и вино на пишествах их. А на дела Господа они не взирают и о делах рук его не помышляют. Вы знаете, Бог ждал, что Израиль будет смотреть на дела Господа, о делах рук его помышлять. Он даже им дал заповедь такую, чтобы выгореть всем будущим детям. Говорили, какой дивный Бог, как Он чудно их вывел, какая могучей силой Он привел их в эту землю обитованную. Он хотел, чтобы так было. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности и грех, как бы, ремнями колесничными. Горе тем, которые зло называют добро и добро злом. Тьму почитают светом и свет тьмою. Горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. Братья и сестры, вам может покажется, что, Володя, ну как-то праздник жатвы. Нам надо больше говорить о радости, о благословении, о том, что Бог дает. Я думаю, мы много слышали об этом. Но все же, вы знаете, вот Священное Писание, оно нам так нас настораживает. Так оно нам все равно где-то трогает нас тем, что все же мы, как та земля, которая пьем от Господа благословение. И я хочу сказать, что это правильно. И мы получаем от Бога благословение. И это милость Божия. И правильно, если мы можем воздавать Ему хвалу, если мы можем благодарить Бога. Господь, представьте, Господь ждал от них, что они будут смотреть на дела Господа, будут восхвалять Его. Вот псалмопеец Давид говорит в одном из псалмов, говорит, «Славлю Тебя, Господи, ибо я дивно устроен, чудные великие дела Твои». Восьмой псалом там возвещается о том, что, Господи, вселенную премудро Ты создал. Ты все так сотворил чудесно. Говорит, все Ты отдал в руки человеку. И благодарность. Такие слова выражены. Но я, может, прочитаю один стих из этого псалма Давида, восьмого псалма. Говорит, «Господи, Боже наш, как величественное имя Твое по всей земле! Говорит, Ты его поставил, владыка, наделами рук Твоих. Говорит, что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его». И вот так вот Давид, он находил в себе силы и находил в себе, значит, такого благодарности Богу и славил Бога. Говорил, что Ты такой великий Господь, и все чудно создал. И Господь, кстати, от нас этого хочет. Чтобы мы, как эта земля, которая многократно пьем благословением, благословение Божье, чтобы мы благодарили Господа, чтобы мы могли славить Его. Но, говорит, Израиль, а вот не было так. Он ждал, что будет праведность, ждал, что люди будут жить святым, что будут решать дела по правде. А вот вопль, стоны слышны. Говорит, он ждал о том, что люди будут такие, ну, благословенные, уступчивые, нежадные к наживе. Говорит, а вы горе вам, вы дом к дому прибавляете, вы вот желаете, говорит, как бы вот хотите наживы, наживы это. Вот какие-то земные ваши ценности стали намного выше небесных, и вы этой земной жизни так прилеплены, вы так хотите нажиться. Вот себе прибавил. Мало, еще мало. Акры, нет, еще акров, надо 10, мало, 15, 20, 30. Может, еще, может, надо. Ну, сколько человеку надо. Может, дом такой. Может, надо 4 тысячи скверфитов. Нет, уже 6 тысяч. Нет, может, уже 10 тысяч надо. Знаете, вот, может, нет, такая машина. За 50 тысяч. За 100 тысяч надо. А у кого-то есть за 120 тысяч. Вот еще такое надо. Знаете, вот такое вот. Вот Богу это было неприятно. Он не хотел это видеть от Израиля. Вы думаете, Бог хочет видеть это от нас? Я не думаю, братья и сестры. Господь нас призвал для того, чтобы мы могли прославить Его. Чтобы мы, приходя в наше собрание, вот слыша Слово Его, оно нас бы так касалось. И мы могли восхвалять Его, братья и сестры. Он говорит о том, что, говорит, Израиль вот так вот собирался на пиршество. Были праздники у них, были пирования. И вот они собирались на эти пиршества. Но, говорит, там не было, говорит, у вас вино. Вы, говорит, пьянствуете на них. Вы веселитесь. Вы что-то делаете. А Богу это не угодно. Вы посмотрите. Бог всегда, вот смотрите, в Писании, Он очень противно отзывается о всяких алкогольных этих напитках, которые люди выпивали, пиршествовали, собирались на вечеринках этих. А, говорит, Он хотел, чтобы они прославили Бога. Братья и сестры, когда мы собираемся на пиры, может быть, на праздники, Он хочет, чтобы мы прославили Его. Он хотел, чтобы мы посмотрели на дело рук Его. И возвеличили Его. И восхвалили Его. Он этого хотел от Израиля. И Он этого хочет плода от нас, чтобы мы, наш плод, принесли хвалу Ему. И воздали Ему благодарность. Да благословит нас Господь. Чтобы мы могли это делать. Ведь сегодня, я скажу, ну, может быть, знаете, проходят брачные пиры у нас. Как часто. Ну, не знаю, насколько часто вы уходите с радостным сердцем, с брачного пира. Бракосочетание проходит, сочетание все. А бывает брачный пир, одно только веселье. Ничего. Ни хвалы Богу. Ни благодарности. Ни пения. А зачастую слышится только, бывает, то мирские песни, то еще что-нибудь. Братья и сестры. Я говорю это к тому, чтобы мы могли сегодня задуматься, насколько ли наши сердца наполнены хвалой Богу. И насколько мы в душе своей готовы приносить плод Господу. Ведь, вы знаете, я прочитал послание евреям, там записано, что, говорит, земля, которая пьет многократно воду, и производит этот плод. Производит плод хваления, святой чистой жизни, значит, праведности, чистоты. У которых не только в своих глазах, он там Израилю говорил, они, говорит, в своих глазах только мудрые. Я думаю, как много часто сегодня можете услышать, а я так понимаю, а я так думаю. Но от того, что я так понимаю, вы знаете, от того так и Бог не станет понимать. Он как был, так и остается Богом. Его слово как было, так и остается. И он хочет, чтобы мы именно понимали Божье слово, разумели его, а не свое понимание где-то ставили его, а его исправляли, посмотрели. Ну, как бы я не понимал, но если нам об этом Библия не говорит, или наоборот, Библия говорит нечто другое, слово и воля Божья говорит другое, то как бы я не понимал. А вот так было в Израиле, так же сегодня, если в наши времена. Как бы хотелось, братья и сестры, чтобы мы произвращали вот тот злак, тот плод добрый, хороший. Почему? Потому что апостол Павел пишет, она, говорит, получает благословение от Господа. Братья и сестры, я думаю, все мы хотели сегодня получать благословение от Господа. И я, и вы. И все мы хотим, чтобы и дети наши, и все мы получали благословение. То поэтому посмотрим, посмотрим, это примеры записанных в Священном Писании, посмотрим, чтобы приносить плод Господу, славить Его, величать Его и свято жить. И это наш плод пред Богом, плод наш, святость, а конец, жизнь вечная. Аминь.